Дина Аверина побила рекорд соотечественницы Евгении Канаевой по количеству золотых медалей на мировых первенствах. Гимнастка выиграла личное многоборье на чемпионате мира в Японии, получив за свои выступления по итогам четырех упражнений с мячом, лентой, булавами и обручем 108,4 балла. Эта золотая медаль стала для Дины Авериной 18-й в рамках данных турниров. Аверина стала первой в истории четырехкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике в этом виде программы. Золотая медаль в этой дисциплине на чемпионате мира уже очень много лет достается российским спортсменкам, и даже не слишком удачный 2021 год не прервал эту замечательную традицию. Дина Аверина, которой не удалось добраться до золота на Олимпиаде в Токио, на чемпионате мира в Китакюсю не оставила соперницам никаких шансов. К судьям на этот раз вопросов никаких нет, лидера сборной России они оценивали по достоинству. Второе место заняла белорусская гимнастка Алина Горнасько, а третье место заняла сестра Дины, Арина Аверина, уронившая булаву и не слишком здорово выступившая с обручем. Бронза в такой ситуации – хороший исход. Победа принесла Дине сразу два исторических рекорда. Во-первых, она стала первой в мире гимнасткой, выигравшей индивидуальное многоборье на чемпионатах мира четыре раза. Во-вторых, она завоевала 18-ю золотую медаль чемпионатов мира и опередила Евгению Канаеву, у которой побед было 17. Дине Авериной 23 года. На чемпионате мира 2021 она завоевала три золота, в упражнениях с обручем, мечом и булавами. Еще одна золотая медаль досталась ей по итогам победы россиянок в групповом многоборье. Дина Аверина в нем не выступала, но получит награду высшего достоинства за общую досрочную победу в командном турнире, на чемпионате мира по художественной гимнастике. Ранее Дина Аверина также побеждала на чемпионатах мира 2017, 2018 и 2019 годов. Стала серебряным призером Олимпиады в Токио в индивидуальном многоборье. Спасибо большое всем за поддержку, что поддерживали нас и переживали. Мы это чувствуем. И также тут у нас находятся зрители, они нас поддерживают, потому что на Олимпийских играх не было зрителей. А сейчас это прям нас подбадривает. Мы идем, кайфуем, выступаем, делаем все, как говорит Элина Санна. Стараемся войти в поток и сделать так, как мы умеем. Будем работать дальше, еще лучше.